Всем привет! С вами я, Водим Джокер, канал Профит Вижн. И сегодня мы сыграем FIFA 15 карьеру за лондонский арсенал. И вспомним наши победы, вспомним все. И сегодня у нас матч с принципиальным соперником, таким как Челси. И я надеюсь, ребятки, мы сегодня действительно сможем победить. Сможем показать тот класс, который должны были показать. И все у нас будет хорошо. Ну что ж, надо приступать к игре, надо приступать к баталии. И я знаю, что сегодня будет очень сложный матч. Кстати, Драгба на скамейке, 37 лет ему, показали сразу нам. Типа, чтобы напомнить, чтобы не расслаблялись. Ну что ж, погнали. И да, матч, наверное, будет зверски сложным. И если я где-то буду подтупливать, либо еще что-то творится будет, пожалуйста, не сильно меня ругайте. Так. В принципе, у меня на скамейке еще сидит Оскар. Оскар я выпущу в втором тайме, потому что иск вряд ли пробежит весь тайм, весь первый тайм. Но ничего. Так, у нас еще Санчес, который может сегодня показать свою игру. Навязать, как говорится, темп. И что тут? Тут мы упустили мяч за пределы поля. Интересно, мы сможем все в первом сезоне выиграть? Все титулы, все трофеи. Удар! Какой удар! Какой мощный удар! В принципе, будет интересно посмотреть, как наша команда сможет вообще противостоять. Ух, всем несчастьем мы сможем ли мы показать тот самый уровень, который я хочу показать уже давно. Ой-ой-ой, а здесь-то опасно было. И судья мог это расценивать как опасную игру, но... Он решил, что не будет свистеть и не будет давать нам шанс. В принципе, мог просто свистнуть и мяч дать мне выбить, просто выбить и все. Либо дать сопернику выбить мяч. Потому что как бы там опасная игра была, еще такое, но... Ладно. Так. Что тут? Что тут? Что тут? Оп! А, я хотел вывести уже. Я все время так делаю. В принципе, ультима тима иногда прокатывает, а здесь что-то... Ой. За... Ну, прихватил, да. Прихватил ногу. И... Извиняюсь. Перед соперником сразу. Так. Матич. Матич с мячом. И на Рамиреса. Рамирес на Косту. И Коста. Коста, ну пожалуйста. Все. Да что там было? Да что... Касаюсь буквально чуть-чуть. И... Уже нарушение. Ну... Что это за балет? Ой-ой-ой. А здесь сейчас опасно отлетело. Если бы чуть-чуть бы... Куда-нибудь вкривкось. И все. И конец. Конец. Давайте, ребятки. Послаживай. Не послаживай. Не в обороне. Ух. Как думал. Какая скидка-то. Блин. На соперника как скинули, а? Так. Ну что? Здесь уже... Контратака в нашу... Точнее, в сторону соперника. И Старидж... Это 100% момент Стариджа. И... Ну да. Тут на скорости. 100% вариант сделали, ребят. Спокуха. Спокуха. Да. Именно Стариджа забивает. К тому же, по-моему, Стариджа уже 19-й гол или 20-й в чемпионате. Я уже точно не помню. Надо будет взглянуть потом после матча. Сколько он уже накидал ворота соперника. Возможно, получит и золотую бутсу турнира какого-нибудь. А возможно, будет лучшим вообще во всем мире. Кто знает, кто знает. Санчес. Ну и Санчес тут... Опасная позиция была. Я, в принципе, всегда забивал с нее. Даже в той же ультимейт-тим. А сейчас что-то Чех тащит. Я помню времена, когда Чех еще не ходил в своей вот этой вот каске и шлеме, как лучше сказать. Да, он... Было непривычно, когда он надел его. Я думал, что это с воротарем. Потом посмотрел матч, запись матча, как ему в голову прилетело. Да, жестко было. Если вы помните тоже, то напишите об этом в комментариях. Все-таки интересно послушать вас. И вообще интересно смотреть ваши комментарии. Мы всегда были крутыми подписчиками и все такое. Ну ладно. Так. Старич. Рамирес. Ой-ой-ой. Азар. Азарчик, что ж ты творишь-то? Это что, Коста? Коста. Да, это Коста. Толкнулись, ребята. Так, Азару главное не давать пространство. Ты же говорил не давать пространство. Нет, дали все равно. Волкат. Быстрейший Волкат. В принципе, я хотел купить на фланг Стерлинга. Но решил, что у меня есть на фланге дофига людей. Таких как Волкат, Донарби, Окслад Чемберлайн. В принципе, перспективные ребята. Я надеюсь, что у них все будет хорошо. Главное давать им почаще, по-моему, выходить, и они будут развиваться. В принципе, так любой футболист. Я надеюсь, что и вот эти футболисты, которые у меня сейчас дают, выходить, и тот же Бартер раскроется когда-нибудь. Но все-таки надо было покупать Варан. Да, во многом я ступил, не купив Варана. Не купив этого чудесного игрока. А он действительно чудесный. Я понимаю, что первоначально, может быть, он казаться сильно завышен за него. Но все-таки потом, мне кажется, он раскроется. Ну, Бартере, Бартере, это как кот в мешке. В принципе, рейтинг 79 пойдет. Как говорится, с Пимом пойдет. Но, не знаю. Возможно, я прогадал в чем-то. И я думаю, что когда-нибудь накопим. Но все-таки, если выиграем чемпионат, накопим на лучших футболистов. И надо выиграть Лигу Чемпионов. Главная задача это выигрыш Лиги Чемпионов. Если Арсенал вдруг возьмет Лигу Чемпионов, то будет просто счастье. Для болельщиков Арсенала. И это гол. Ну, с такими ребятами у нас есть шансы взять. Есть полноправные шансы. То, что мы собрали сейчас. То, какой состав у нас сейчас. Мы действительно можем всех рвать. Но есть матчи, где я не просто бессилен. Команда просто рушится. Ну что ж, сейчас первый танк заканчивается. Мы выпускаем новых игроков. Свежую силу. Как говорится, надо центр оживить. Вот видим, что проваливаемся немножко в центре. И да, оживим сейчас центр. И в принципе, можно сказать, что уже вытерпим. Вытерпим этот отрезок. Небольшой. 45-минутный отрезок. И что ж, Уэлкот 82 рейтинг. Так. Угу. Мертезакер подустал. Давайте. Нет, Бартра, наверное, проваливаться будет. Не будем пока обменять оборону. Также у меня есть Ребенко еще в составе. Так, Ребенко пускай тоже посидит. Давайте обновим центр, как и хотел. А дальше мы посмотрим. В принципе, по ситуации. Немножко обновили. Даем тем и тем играть. Потому что должны ребята получать какой-то заряд, что ли. Ах, блин, хотел на ходу брать, чтобы пас потом выдать. Классный. Но, увы. Из Челси, ребятки, не такие уж тупые, как мне кажется. Так что они меня прочитали, как нифиг делать так. Здесь лучше, наверное, вот так сыграть и на дальнюю, на дальнюю, на дальнюю. Блин, ну. Мысль у меня быстрее идет, чем передачи. Надо, блин, синхронно как-то делать. Так, ну сейчас Мертезакер. Его вся мощь. Кстати, я недооценил и Мертезакера. Хоть у него скорость небольшая, но... В принципе, он неплохо держит позицию. Это иногда хорошо видится. Например, тот же Бартера пускает игроков. Хотя Мертезакер, вот вы видите, неплохо держит так. Даже с головой хорошо играет. Иногда подключается к атакам. Неплохие передачи от него вижу. В принципе, Косильнее. Да, дорос уже до такого хорошего уровня. Иногда я жалею, что Арсенал продал Фермалина, но... Без продаж нет новых покупок, правильно, ребят? Так, что-то тут не так было. Как-то Санчес, видно, неправильно установил мяч, что ли. Переставляли его. Так. Чех. Еще можно, в принципе, купить Лео Месси, чтобы забить Чеху. Типа, знаете, старая шутка, что Месси никогда не забивал Чеху. Хотя его Маршайн забивал. Или как шутка, что Месси не забивал вратар Лехи. В принципе, то же самое. Такая шутка-минутка. Оп. Косорло. Неплохо. Можно так подальше туда. Так, а тут что? А тут вот так вот, и все, и вывели Санчеса. И Санчес гол. Ну что ж. Санчес, ты тоже неплох. Я бы сказал, даже супер. Как вывели-то, а? Вот как хорошо иметь двух хороших нападающих с хорошей скоростью впереди. Они просто разрывают, все разрывают на своем пути, и все. 3-0. 3-0. И это второй, кстати, человек. Второй человек. Вторая команда в турнире таблицы. Мы ведем первыми. Слава богу, наконец-то. И это вторая команда. Ну что ж, что дальше, что дальше? Ой, а Чех пропускает четвертый. Ну что тут делать? Только вот так вот. Да, принижаем. Типа опять Старич показывает на себя. Не зря я усилил центр, потому что центр для нашей команды это все. И, конечно же, край хорошо помогает, и нападающие вовремя открываются. В принципе, команда бодрая такая получается. И с учетом того, что сейчас у меня сколько получается англичан? Раз, два, три англичанина в составе. Четыре, да, что-то гипсы еще можно считать. Четыре англичанина в составе. И, в принципе, команда действует крайне сыгранно. Тот же вылочил, неплохо смотрится. Кместе со Старичем. Смотрите, Санчет даже тут еще. Ну и что это? Вот это что это? Вот это вообще разгром. Челси уже все покатился в какую-то низину, что ли. Нем. Даже иногда жалко. Смотрите, у них даже зоны стали меньше. Вы видите, что у них все сосредоточено где-то непонятно где. Смотрите, два игрока держат одного, хотя там был открыт еще один. Я бы мог вообще их раскатывать все дальше и дальше, но не хочу. А Старич тем временем уже забивает 25-й гол в английской премьер-лиге. И это, в принципе, хороший задел для высших наград, как я говорил. Что ж, Челси нанял всего три удара. Не похоже вообще на Челси. К сожалению, он расклеивается. А может быть, к счастью, к моему. Потому что, может быть, форму не набрала команда. Но в Манчестер Юнайтене было намного сложнее. Я действительно чувствовал эту мощь. Смотрите, вот раскатка. Раскатка пошла в стиле Жозе Мауриньо. Мауриньо. И вот она. Вот она, да. И все на Азара. Все на Азара идет. Либо на Ивановича. Так, пошли. Усиление крайних зон. То, что у меня действительно крайний не очень. И сейчас самое время посмотреть, кто мне может выйти с краю. Что там? Что там? Что там? С Халиловичем-то. ПФА, да? Ну ладно, давайте выпустим за место Велкота. Потому что Велкот уже тоже на грани. А край надо как-то держать. Думаю, Халилович подойдет для этого плана. Оп. Велкот. Быстрейший Велкот. А может быть Велкот все и сам пока продержит. Все это время. Ах. Да. Уже внимательнее стали. Игроки соперника уже сразу не идут в бой. Оп. Лилшер, смотрите, неплохо как разобрался. А здесь и Оскар. Ой-ой-ой. И Оскар, давай. Забивай свою прошлую команду. Ах, не забило. Удар бы посильнее бы. И в угол. Нет, похоже, Халилович так и не выйдет нам на матч. Ладно, используем где-нибудь в другом месте. Вот видите, как вышло все. Прямо до конца. До конца боремся. Вот. Нет, все-таки он выйдет. Выйдет на последних секундах. Встречи. И Велкот отдохнет. Если это можно назвать отдыхом над боем. В принципе, Мертезакеру не нужна выносливость и скорость. Он и так должен заставать. А здесь нужен Халилович. Да. Ну вот Халилович. Что может сделать Халилович правильно? Передать мяч. Посильнее, косильнее. Дальше на Мертезакера. Дальше Халилович побежал. Ну, я думаю, он побежит. Но нет. Ладно, ребят. В принципе, хорошо отыграли. 5-0 это отличный результат. И все были просто молодцы. Так. И следующий матч у нас в Баварии. Тут пресс-конференция. Давайте помотивируем команду. Потому что вы смотрите, кто у них составил. Ливандовский, Робан. Эсбери вроде бы, да? Ё-моё. Это, по-моему, ответка, да, с ними? Ага, да. Это ответка. Champions Cup. Так. Да, был первый матч 6-1. Просто была английская. Ну, вы понимаете, что. И обычно это немецкая. Но сейчас была английская. И посмотрите, 3-3. 3-3 в матче с Реал Мадрид-Барселона. Очень интересный матч. Видно был. Эх, жалко не показывают повторы. Так бы было бы круто. Ну что ж, ладно. Этот матч мы сыграем в следующей серии. Я, наверное, выпущу все-таки вот этот составчик. Да. С молодыми игроками. Как поднять молодыми? В принципе, вот этому... Нет, не этому. Кому там было тут дофига лет? Ну, в принципе, самый старый... Это... Да, это сам старый гипс. Вот так вот. Вообще, очень молодой-молодой вратарь у нас есть. Ну и все. Да. Ну и все, в принципе. 21 год у нас. Агнар Ви. 19. Ладно. Так, так, так. Кэмпбелл. 23. У него плохая форма. Давайте лучше выпустим Oxlade Chamberlain на запас. И на этом я с вами прощаюсь. В общем, с вами был Вадим Джокер, клана ProfitVision. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И всем до скорых встреч. Пока-пока-пока. Увидимся в следующем матче с Баварией. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok